Всем привет, друзья! Вы на канале GadgetPage. И сегодня у меня на обзоре пара новых анализаторов воздуха от Xiaomi. Это комплексные умные датчики, которые отображают как температуру и влажность, так и уровень формальдегида и летучих органических веществ в воздухе. В этом обзоре разберемся с каждым по отдельности и посмотрим, как они работают. Перед началом хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим опросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своем экране и также ссылку на группу вы найдете в описании. Итак, начнем с одного из датчиков. Это анализатор 5 в 1, поставляется в небольшой белой коробке, на ее гранях есть значки с особенностями, а сзади техническая информация и характеристики. Все на китайском языке. Внутри небольшой комплект поставки. В него входит буклет-инструкция, микро-USB-провод для питания и зарядки, а также крепление на вентиляционную решетку в автомобиль. Оно состоит из пружинного зажима, шарнирной головы и тут также есть магнитная пластина, которая клеится на корпус датчика. И после вы сможете одним движением легко закреплять и снимать устройство с этого крепежа. Сам анализатор выполнен из пластика в круглом форм-факторе. Весит всего 148 грамм и имеет вполне компактные габариты. Сзади на корпусе в верхней части есть несколько вентиляционных отверстий, за которыми находятся датчики. Также тут сзади микро-USB-разъем для зарядки и питания устройства. Ниже раскладывающаяся ножка, чтобы анализатор можно было поставить на поверхность. И тут же есть пара маленьких кнопок. Они нужны для включения и выключения устройства и также помогут при подключении к смартфону. Спереди у анализатора круглый цветной дисплей. На нём отображаются все показатели. Какой-то смены расположения показателей или настроек в самом устройстве не предусмотрено. Над дисплеем также есть световой индикатор, который своим цветом, от зелёного до красного, будет показывать содержание формальдегида в воздухе. Ну и также на дисплее этот показатель есть в цифровом формате. Уровень содержания формальдегида здесь отображается самыми большими цифрами по центру. А сверху есть шкала, которая отображает содержание летучих органических соединений в воздухе. Справа от показателей формальдегида есть нарисованное лицо смайлик. Это общий показатель комфорта, на который влияют все остальные показатели. Соответственно, если качество воздуха будет ухудшаться, улыбающийся смайлик сменится на грустный. Ниже под показателем содержания формальдегида отображается температура и уровень влажности воздуха. И также ниже вы можете увидеть значок Bluetooth при подключении к смартфону. И значок, который отображает запись показателей. В датчике есть встроенная память, которая позволяет огромное число информации о качестве воздуха до сопряжения со смартфоном. Ну то есть при подключении эти данные будут синхронизированы, и вы сможете смотреть показатели качества воздуха графиком по дням, неделям и месяцам. Анализатор подключается к смартфону по Bluetooth через приложение Mi Home. Тут на главном экране будут отображаться те же показатели в реальном времени, что и на дисплее устройства. Ну и также, как я сказал ранее, можно посмотреть историю изменения показателей в разное время и по разным датам. В настройках можно поменять показатели температуры с Цельсия на Фаренгейты. Также изменить режим подсветки дисплея, чтобы он горел не постоянно. И также можно отключить датчик летучих органических соединений. Подключение к другим устройствам умного дома для автоматизации тут не предусмотрено. Внутри установлена батарея ёмкостью 2400 мАч, и анализатор способен проработать до 18 часов в режиме ожидания. В целом, довольно хороший анализатор с комплексным сбором показателей и понятным отображением на дисплее. Может использоваться дома, в детской спальне, в офисе и даже в автомобиле благодаря креплению из комплекта. Переходим ко второму датчику, и посмотрим, что из себя представляет другой вариант анализатора формальдегида от Xiaomi. Внутри, помимо самого анализатора, лежит буклет с руководством, пластина-держатель с двухсторонним скотчем для крепления устройства на стене, и также пластиковая подставка для расположения анализатора на столе или другой поверхности. Ещё в комплекте батарейка типа 2А для работы устройства. Встроенного аккумулятора в нём нет. Сам датчик выполнен в минималистичном приятном дизайне. Корпус пластиковый, белого цвета, и на нём минимум каких-либо элементов. По виду анализатор даже немного напоминает простецкий электронный таймер из Икеи. Даже габариты вроде похожи. Вес датчика всего 80 грамм. Сзади на корпусе с нижней части отверстие для поступления воздуха. Посередине крышка, которая прикрывает место, куда вставляется батарейка. И сверху единственная функциональная кнопка. Она в небольшом углублении, и туда также вставляется пластина из комплекта для крепления датчика на стене. Фиксируется на корпусе она за счёт магнита. И в таком случае эту кнопку можно будет нажимать, если слегка надавить на анализатор, когда он будет на стене. Спереди круглый мнохромный дисплей с технологией электронных чернил E-Link. Никакой подсветки на этом экране не предусмотрено. Угол обзора дисплей составляет 170 градусов. На экране крупно и чётко в две строки отображаются показатели, а сверху есть индикатор заряда батареи. Есть два режима отображения, которые переключаются нажатием кнопки. В первом режиме анализатор работает только как термометр и отображает только температуру и влажность воздуха. Если нажать эту кнопку сзади, то показатель температуры сменится на показатель уровень формальдегида в воздухе. Сначала там будут только полоски, и устройству нужно пару минут, чтобы корректно отобразить этот показатель. Больше никаких данных на экране не отображается. Шкалы или показатели содержания летучих органических соединений, как у другой модели, здесь нет, но соответствующий датчик присутствует. Устройство также можно подключить по Bluetooth к смартфону с помощью приложения Mi Home. На главном экране здесь отображаются показатели формальдегида, влажности и температуры, и также присутствует показатель содержания летучих органических соединений. Но он не в цифровой форме, а показывает этот уровень как хороший, средний или плохой. Есть возможность остановить анализ, а также посмотреть историю показателей по часам, дням, неделям и месяцам. В настройках есть параметр времени измерения уровня формальдегида, и также помимо других стандартных пунктов есть возможность подключить анализатор к другим умным устройствам вроде увлажнителей и приточных систем для создания сценариев автоматизации. В целом, это тоже хороший и простой анализатор с приятным дизайном и понятным функционалом. Как итог, оба устройства являются качественными, комплексными анализаторами для сбора показателей состояния воздуха и обнаружения формальдегида. Первая модель имеет чуть больший функционал и отображает сразу четыре показателя на экране плюс общее состояние воздуха. Вторая модель немного попроще, но в более стильном и приятном дизайне с хорошим E-Link дисплеем. На экране одновременно могут отображаться только два показателя. Если не переключать режим, устройство будет работать как термометр с отображением влажности. Из плюсов у этой модели это хорошая автономность и возможность создавать сценарий автоматизации. А так, с основной задачей по сбору показателя содержания формальдегида оба прибора справляются на отлично. И если вы заботитесь об этом показателе и других составляющих для здорового дыхания, то одно из этих устройств вам точно пригодится и будет полезным. Свои вопросы и мнения по поводу анализаторов из обзора можете оставлять в комментариях. Ссылки, где можно заказать устройство или ознакомиться с ценой, вы найдёте под обзором. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзоры вам нравятся. Всем спасибо за просмотр, всем пока.